Приветствую всех на Улсит онлайн. По традиции каждую пятницу в 20.00 собираемся и рассмотрим основные фьючерсные рынки с точки зрения объемного анализа. Сейчас сразу начнем с финвиз скринера и отчет за последнюю неделю, лучше месяц даже. По штатам сейчас быстренько пробежимся. Тут как видите все прям позитивно и в преддверии новогодних праздников те кто постоянно посещает Улсит онлайн уже помнят такую закономерность. Старается фондовый рынок не сильно просаживать перед новым годом перед рождеством. Ну и плюс потребление, покупки, подарки. В общем население тратит денежки в этот период и вот собственно результаты. Я думаю что еще будут на позитиве держаться, по крайней мере до нового года. Возможно не стремительный рост, но точно обвала постараются не допустить, по крайней мере. А вот на срезе планеты в принципе тоже более-менее тих, спокойно все ровно идут. Некоторые такие как Alibaba плюс 39 процентов сделали на чем-то. Ну естественно заказы товаров и все остальное перед новогодними праздниками и на этом секторе рынка отразилось. Ну в общем пока фундаментально есть позитив и это 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 радует. Итак по новостям последнее время позитивного наверно очень мало. На этой неделе отчитывалась Америка по строительству новых домов, ВВП и на следующей неделе также будет отчет по GDP. Сейчас секундочку. Так-так-так-так. Вот. Не ошибся не GDP, а employment. Jobless Claims в четверг. Employment будет в пятницу 6 ноября и в принципе International Trade в среду. Ну среда-четверо-пятница частенько у нас под ударом. По остальным секторам, по другим странам. Ну понедельник индекс деловой активности, процентная ставка во вторник по Австралии и в среду праздник в России. День народного единства. Потом в четверг решение по процентной ставке Британии. У них там полпроцента. Аналитики ожидают, что в принципе останется все на прежних местах. Ну в общем-то и все по новостям. Ну на этой неделе тоже не поменяли процентную ставку по России, оставили 11% и как видите рынки абсолютно не бурно реагируют на то, что ну оставили процентную ставку на том же уровне, не понизили и слава богу не повысили. Вот такие вот отчеты, новости и что нас ждет на следующей неделе. Так, теперь по рынкам. Начнем с S&P и будем двигаться далее. Как видите, достаточно интересные модели рисованы за последние два дня. Маячок, что может быть уже им тяжело расширять коридор выше. Посмотрим на то, как они справятся с 20.100, вернее 21.00 и в этот диапазон 20.87 по 20.93. Видите, два раза уже так реагировали. Но хочу обратить внимание, что 20.62 и 20.65 сформировали неплохую площадку и все-таки закрепили индекс на новых уровнях. Хотя, если обратить внимание на ликвидность последние три сессии, ну среда была ударной по сравнению со всей неделей, а вот четверг-пятница уже слабее идут объемы. Оно и ясно, что перед выходными, да еще и на максимуме контракта столь стабильный рост. Причем вернулись очень знакомые модели расторговки. Новая цена, очень дорого, все боятся покупать. Они собирают всех, кто любит шортить на новых ценах и вот без возможности практически зайти. Просто вот так вот ступенчато уходят на север и здесь уже видите импульс был такой послабее, потому что в принципе достаточно долго уже идут фактически с начала контракта. Это на объемном. Сейчас посмотрим дельту. Ну как видите, среда отличилась. Там все было как раз на активности байеров и прошу заметить, вот последние две сессии, которые сейчас на максимуме стоят, они на нулевой дельте, то есть сильного перевеса байеров либо же селлеров там нет. То есть с точки зрения принципов и реакции рынка на такие уровни уже были бы неплохие фиксации как бы по максимуму. То есть многие бы перед выходными, да и в принципе перед предстоящими праздниками фиксировали бы покупки и повальное крытие было бы отображено в четверг и пятницу, но судя по всему там кто-то все это потихонечку под шумок собрал. Потому что так нулевую дельту удерживают. В принципе рынок стоит на месте неподвижно на таких ценах. А это сигнальчик о том, что могут еще и выше шагнуть. Это стоит зафиксировать и на всякий случай учтите. Сейчас я фильтр немножко поставлю ниже, потому что видите ликвидность немножко подупала в последнее время. Вот коридорчик промежуточный до загрузки. Вот среду, которая была на расширение, там пришлось покупателям немножко оставить объемов и 2073-2075 контрольный уровень в следующей неделе. Если все еще в планах у манипуляторов рынка толкать дальше индекс S&P 500, то этот уровень постараются удержать. То есть уйдут ниже уже осторожнее с покупками после такого пробития. если будут уходить на пробой достаточно импульсивно и с хорошей ликвидностью, тогда с покупками немножко повремените. так еще раз звук есть. В принципе он с самого начала был. Дальше. Открытый интерес. В общем по S&P за этот контракт. Как видите нежданчик с 22 числа по 27 был на этом росте. Мало кто ожидал продолжения банкета и вот следа четверо-пятница набирают позиции. Это в принципе объясняет почему там дельта нулевая. Все кто фиксируется еще и поверх той фиксации открывается позиция новая. То есть если сравнить с срезом недели, то есть относительно участка 22 числа по 28 как раз потихонечку что-то там закупает кто-то. Поэтому присмотритесь. Возможно еще будут мучить и даже могут устроить флэт на максимуме. Может на недельку-две они это могут. И уровни на 15 минутном интервале за неделю. Здесь отличился диапазон 2066. Достаточно плотно проторговали коридорчик. Это первое ядро недели. Здесь она сформировала две массивности и мы их выделим. 2078. Вторая массивность. Тоже ее нужно зафиксировать. И 2084. Вот. Ну это один из видов расторговки недели. Одно ядро. Ушли на новый уровень. Второе. То есть неделя состоит из двух массивов крупных. И дополнительный уровень и маркируем его как поддержка. Это 2072 и 2075. Вот этот коридорчик может даже удивить. Как видите четверг удержали. Штаты даже не посмели в сторону этого коридора двигать котировку. И пятница висит также на коридоре четверга. То есть массивы идут в одну в одном ценном диапазоне. Особенно обратите внимание, что в американскую сессию объемы именно в одном коридоре формируют. То есть это приоритетный диапазон. И если вы торгуете с МП и открываете позиции именно на штатах, то ориентир как раз на вот этот массив. Его можно чуть плотнее выделить. 2083 по 2080, 2079 более плотно. Ну, этот в принципе как раз. Так, ну еще один уровень поддержки. Хоть и не сильно объемный, но свое, как говорится, дело выполнил. Свою задачу. 2052, 2056. Вот со вторника уходили. Среда еще на всякий случай проверила, всех ли забрали. И забрали там прямо аж до вторника. Сбросили позиции. Как раз на фомке. Тоже еще не поменяли процентную ставку. Да и, наверное, не поменяют уже никогда. А может и поменяют. Потому что там вроде ходят слухи, что Евроцентробанк минус 0.3 вроде хочет включить по процентной ставке. В Швейцарии уже давно такой процент висит. Так, следующее у нас. Быстенько пробежимся по FSX. Идентичная картина. Тоже в среду были покупатели. Но вот фиксация покупок и такое достаточно аккуратное отношение к текущему рынку. 33.85, ядро 34.25. Тут, как видите, пятница отличилась перед выходными. И, прошу заметить, коридор так плотненько проработали. как раз вот 34.20 по 34.35 уровень. Как-то уже слишком много покупок. Маркер с активным байером. В качестве поддержки. вот первый этап, первый блокпост. Могут сбросить до этого уровня. Еще пойти на рост. Так как расширили 22.23. на ликвидном достаточно покупатели. И с продажами среднесрочными и любопозиционными по FSX. Желательно уже после 33. И то, если уйдут очень уверенно и ликвидно. В DAXе идентично. Все по одной схеме. Один станок печатный. Одни схемы. С одной стороны это хорошо, так как рынки ведут себя идентично, похоже. Вот. Здесь промежуточная дозагрузка покупателей была на этом коридоре. 10.605, 10.630 и еще 22 числа. 10.480, 10.505. По дельте там те же самые дни, та же самая активность. Все очень-очень схоже. Так, ну, RTS. Не ожидали продаж, видно, 27-го, 28-го числа. Выбросили все, кто 23-го, 22-го, 26-го набирал позиции. И как-то уж очень неохотно уходят. Даже четверг и пятница немножко прибавили в количестве позиций. Вот. В принципе, если постараются удержать выше 82-500, 83-го, будет неплохо. Ну и нефтянка, само собой. Причем там на одном фьючерсе, на лайте, кажется. Контракт реверсивность уже на покупку почти деформировал. И зима облизится, нефтепродукты уже нужны в ни одной стране. Поэтому спрос может на нефть немножко подрасти, собственно. И это даст хорошую поддержку для индекса RTS. Значит, промежуточную загрузку байеров все-таки немножко прокололи, но вернулись. Вот, сессия как раз среды. Сразу же обратно. Причем, обратите внимание, объемы сопоставимы с теми, которые расширяют коридор на покупку. И 83, ну уже берем текущую неделю, 84 в качестве контрольного уровня. Для тех, кто торгует с горизонтом неделя 2-3 месяц. В общем, вот эта площадка, как проверочный такой диапазон, получится удержать. Росту быть. В принципе, если нефть также пойдет на рост, почему бы и нет. Так, ну это основной диапазон сопротивления. Можно даже до 90-е выставить. Здесь, в принципе, более психологический уровень. Ликвидность оставляли по два раза, по две сессии. Даже протестировали. Поэтому еще раз, в четвертый раз атаковать 88-ю, возможно, получится более удачно. Тем более, уже 4 сессии аккумулируют площадку, с которой можно и попробовать запустить еще тренд на рост. Почему бы и нет. Так, дельта на артесе. И в среду, и сегодня на стороне байеров, что, в принципе, хорошо. 85-300. Вот целая неделя как-то с этим уровнем очень считается. И особенно в среду, ну и по тем же самым ценам практически в пятницу поработали покупатели. Можно даже захватить 82-900 и 84-83-500 аккуратненько по ровным цифрам поработали. В качестве поддержки возьмите на заметку, мониторьте, как с этим уровнем будут работать на следующей неделе по индексу РТС. Ликвидность была в среду неплохой. Мы уже это отметили, сейчас пока чуть-чуть перед уикендом просела, но несущественно. То есть это ожидаемая ликвидность перед выходными. В пятницу это терпимо. Значит, учитывая маневры в среду, очень интересные, неплохо, импульсивно толкнули на 86-ю за сессию. И вчера был просто нормальный манипулятивный рынок, боковик перед процентной ставкой. Надеюсь, не все полезли пробовать на вкус. И сегодня тоже там не особо в хорошие торги были. Те, кто на поддержке поработал с этим массивом, они в принципе там в рейтинге и висят первое за текущий рейтинг. Да, вот Агран взял. Молодец, это похвально. Зашел рановато, но зашел. Сайберфонд также зашел. Ну, видно, смотрел, как буду защищать. Либо пропустил, опоздал на вход. Но участвует, как говорится, в рынке. Денчик тут неизвестно. Вот Гуров и я бы еще отметил такого трейдера, как Сон Дван в этом контракте очень удивили. И техникой торговли есть, ну, в качестве. Гуров то ли второе дыхание проснулось, то ли все-таки уже сколько времени. Неплохо в этом контракте идет. Посмотрите на сделки. Технично, аккуратно, четко, без лишних движений. Вышел перед выходными. Возможно, так и надо. В интераде все-таки. Вот. Поэтому... Поддержка, она была, в принципе, оправдана. Уровень неплохой. Рубль. На рубле по открытому интересу, как видите, со среды начали фиксироваться. И каждым днем 28, 29, все меньше и меньше показателей каких-то интересов. Массив с... Ну, мы сейчас отметим на Cluster Profile более точно. Как сопротивление площадку мы отметим. И уровень в районе 64, 63 тоже сейчас рассмотрим. Но, в любом случае, в этот момент надо взять во внимание. То есть, расширение сделали, но, возможно, это было для отвода глаз. Четыре сессии стояли в коридоре 65. И у покупателей не получилось, можно сказать, закрепиться на этом уровне. Неделя уходит ниже основных массивов самой же недели. То есть, игра. И среда, четверг, пятница, расширение коридора на север практически было бесполезным. Не получилось у них удержаться. Поэтому, возможно, атака в 63-62 повторная. А это мы наблюдали выброс по стопам. В случае, если на следующей неделе все-таки вот этот коридорчик плита 63-20-64 будут жестко отстаивать покупатели, могут еще помучать. Ну, естественно, если уйдут выше 65-500, уже с продажами лучше повременить. Ликвидность на этом участке повышенная. То есть, внимание максимальное. И вскоре начнется импульсивность и тенденция. То есть, боковик на следующей неделе, скорее всего, вряд ли будет. То есть, с такими загрузками вы должны, в принципе, расширить коридор. На споте, классер чарт, не классер чарт, классер профайл. Тоже не аномально, но в среду 6 миллионов оборот. 5-800 в четверг и вот четыре с половиной сегодня. Коридор тут отчетливо. 64, так-так-так-так-так, 64, 64, 7. И вот эта планка 63, 1, даже 63, так, возьмем. 62, 1 на споте у нас в качестве пока поддержки выделим. В принципе, если спокойно, без проблем пройдут в 62-ю, могут еще там немножко понервничать до 61-й. И там уже останется только дождаться пробития 60 с половиной и, ну, удержаться на 60-е. Как модель вполне возможно, ну, опять же, нужно подтверждение пробития 62, 63. Не смогут пробить, тогда отложить продажи и мониторить активность байера. Значит... Дельта, как видите, на рубле и минус 100, ну, на стороне селера была в среду. Вчера там более-менее такая 30 тонн на байера и сегодня почти уже 70 тысяч перевес на стороне селера. В процентном соотношении, можно сказать, немного, но, по крайней мере, активность есть. И цену удерживают на практически минимуме основного коридора недели. Так что есть шансы, есть шансы. Есть шансы. Евро. Не забываем 1.12. Можете себе выставить этот коридор, он будет важным, пока не закончится декабрьский контракт. Итак, модель, я думаю, уже привычна. Ушли ниже 1.1 и то ли передумали, очень как-то быстро возвращаются обратно. И причем на ликвидности, то есть, смотрите, ровно три сессии идут на оборотах и, ну, не исключается такой момент, как выброс по стопам и движение к 1.12 повторное. Если пробьют 10.93, 10, ой, 11 вот этот коридорчик на следующей неделе. Даже возьмем сопротивление, выделим вот таким образом. Если же на следующей неделе в понедельник, вторник, снова возвращаются на вот эту сессию. То есть, понедельник сюда уходит, стоит вторник тоже. Тогда уже 0.88 недолго осталось. Дельта на еврике на стороне байера пока. Сейчас мы отключим и усилим немножко фильтр. Плотно, плотно, плотно проработали коридорчик 0.94, 0.98. И поддерживают 10.15, 10.25. Плотно по ценам поработали. Дельта на покупку продолжается с 22 числа. Единственное, дельта на достаточно, как бы, падающей сессии, и она еще и плюсовая осталась. Это вот среда. Такое происходит, когда скупают всех селлеров вместе со стопами, со всем. То есть, ну, по идее здесь должна быть дельта на продажу, как у сессий, которые идут. Ну, вот такой вот вариант тоже проходит. Ну, те, кто дельту мониторит, постоянно они уже давно заметили такие процессы. Особенно в интродэй, когда идут манипулятивные движения. Открытый интерес выглядит таким образом. С 22 числа, с 21 числа, все больше и больше интересует пара евро-доллар участников. И пик пришелся как раз на вот этот уровень. Поэтому он пока приоритетный. И все внимание уделите как раз этому коридору. Больше всего объема прошло 10.17, 10.80. Опять же, если у них, ну, если мы видим сейчас не доформированную еще модель на рост, то есть это учитываем в качестве снятия стопов, исходя из массива первого, то пробитие 10.80, уверенное на ликвидности, будет неплохим подтверждением. Классер профайл, где тут 15 минут, вот. Итак, камнем вниз потом произошло некое чудо, которое сразу же это все дело развернуло. У кого большой объем, тот может такие чудеса создавать каждую неделю, поэтому тут нужно осторожнее. 29 числа, опять же, реверсивная сессия на покупку с учетом предыдущего дня, это была хорошая информация, то есть то, что нужно было прочитать. Ну, вот такой вот еще коридор. 09,19, 0906, это конечная точка манипуляции и равномерный систематический рост остальные две сессии. Неохотно падают, я бы сказал, сейчас на еврике могут даже и не уйти ниже, там, 10.10. Ну, посмотрим, где закроется пятница, еще торговаться. И могут закрыть даже повыше чуть-чуть, чем сейчас. Так, классер профайл, быстренько посмотрим фунт. Ой, не этот, а фунт. У меня есть маркетворч. На фунте чуть-чуть попроще была модель, но уже не то, что только формируется на еврике, а модель именно, обратите внимание, очень похожая, да. Флэт, потом сессия рухнула вниз и сразу же вернулись обратно. Единственное, что сейчас это дельта с интересным таким показателем. Идут на шортах, возможно, фиксируют вот эти покупки, которые были накануне. И массив очень такой красный. Возьмем его, выделим. C4.15 по C4.85. Вот он, такой диапазончик. Если у фунта получится это все дело отстоять и выйти за 55, это будет неплохо. Вот, похоже, был процесс. Не сильно отличается модельность, но без тоже сильного шума по байерам. Аккуратненько, видите, поработали и сразу же даже сбрасывали по стопорям вот здесь. Похоже очень ситуация может образоваться. Поэтому те, кто уже прочертили уровень поддержки, как раз там, где должны поддержать, это и будет этот массив. Так, теперь у нас, кому, кто торгует валютами и фьючерсами, а это индекс доллара. Собственно, с своей персоной. Видно, вмешались такие крупные участники рынка. С каждой сессии объем все больше и больше. И тоже похожая модель на сброс по стопам. Единственное остается это 96-я. Тут надо загрузки было. Поэтому этот уровень на заметку. Если все-таки получится модель на продажу доформировать, первый уровень, который должен пробить, это 95.85-96.12. Нефть. Обратите внимание, 10 тысяч контрактов. Лайтсвит, Крутойл. В среду. По многим рынкам там была активность. Практически по всем. В том числе и нефть. В пятницу прибавила не 10, но 5 тонн перед выходными неплохо. Отсюда следует... 45-ю будут поддерживать. Хороший триггер, хороший признак спроса, активности байеров. Если чуть-чуть отпустят до 44-й, еще терпимо. Поэтому 44-45. Здесь проверочный диапазон удержат байеры. У роста очень большие. Рост вполне возможен. То есть здесь и дельта подтверждает, и ликвидность выше. Даже по сравнению с прошлыми периодами. С сентября, 14 сентября. То есть еще прошлый контракт. Тут топовая была ликвидность. Ну и вторая по уровню, но тоже топовая. Тут 13 тонн расширения, здесь 10. Далее 48-я. Весь этот коридор продавцами. Выстроен поэтому 47. Можно даже 50 закрутить. Диапазон широкий, но он в принципе весь значимый. Если чисто взять эту сессию наиболее такую активную. 48-50. Можете аллёр поставить на 51-50. Либо же на 50-51. То есть пробитие этого массива. На РТС начнется активность. Я думаю даже приток ликвидности. Бренд. Где тут у меня бренд? Бренд, 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 бренд. Также 28-го ликвидность. Чуть-чуть снизили обороты. Опять же 50,4 по 49,3. В качестве сопротивления возьмите коридорчик. Модель снятия стопов здесь вполне выполнена. Останется только вот 47,5-48,5 удержать. И как только это произойдёт, получится голова и плечи. Она в принципе осталась только пробить за 50,5. И в техническом анализе будет зафиксирована такая разворотная модель. Но могут и сбросить все, кто лез на покупки с 48,5-49. Ну а потом по плану. Золотом. Тут как видите, коварненько в среду наказали селлеров. Они тут начали уже не стесняться и заходить в середине октября. И коридорчик возьмём такой самый-самый активный. Селлером это с 11,72 по 11,83. Его протестировали и сколько уже три сессии идут на шорт. Единственное, вот пятница нулевая по дельте. Похоже, что фиксируют шорты, интродейщики. И как видите, и дельта появилась байера. Покупатель, возможно, это потихонечку собирает дело. Я думаю, что модель интересная. В случае роста нефти кардинального немножко может и подняться и золото. начнут расти нефтяные сектора фондового рынка. За ними индексы пойдут. Ну, в общем-то, предновогодние бонусы будут розданы. Ну, подарочки от рынка. У продажи была достаточно неплохая ликвидность. И в этот коридор 11,72, 11,83. Даже можно взять 11,66. Ну, в первую очередь, 11,74. Вот, если и будет разворот на рост, то это номер один уровень на проверку. Если не смогут даже 11,53, 55 пробить, то мы увидим формирование нисходящего канала и там дальше уже по схеме. То есть, могут отрисовать такую вот модельку. На следующей неделе будет первое собеседование там, ну, кто в списках на базовый курс. И встретимся в следующую пятницу в 20.00. Жду всех. Хорошего вечера. Приятных выходных. И будьте осторожны, следуйте тренду. Применяйте только свою торговую стратегию, которую уже отработали. И знаете, как свупить пальцев. Всего наилучшего. До свидания. Пока.